Всем привет друзья, меня зовут Андрей, добро пожаловать в новый выпуск. И сегодня вас ждут акции Apple, которые подешевели во время презентации новинок. Mercedes представил водородный грузовик с запасом хода в 1000 километров. Эксперимент Microsoft по созданию подводных дата-центров оказался невероятно успешным. Забавный баг, новые станции Tesla заряжают электромобили других компаний бесплатно. В японских магазинах начались испытания робота-раскладчика товаров. Обо всем этом сегодня в выпуске. Не забываем подписаться на канал, друзья, усаживаемся поудобнее. Я желаю вам приятного просмотра. Давайте начинать. Акции американской компании Apple во время презентации новинок подешевели более чем на 3 доллара за штуку до 115 долларов за бумагу, свидетельствуют данные торгов на бирже Nasdaq. На начало презентации стоимость акции составляла 118 долларов 14 центов. Однако потом цена постепенно начала снижаться и достигла дневного минимума 115 долларов 6 центов за штуку. На данный момент цена акции варьируется на уровне 110-111 долларов. Презентация Apple впервые с 2012 года прошла без представления новой модели iPhone. Была представлена бюджетная версия часов по аналогии с iPhone SE. И называются они Apple Watch SE, Apple Watch Series 6, а также новый iPad Air. Ко всему прочему, компания также представила новые сервисы Fitness Plus и пакеты подписок на сервисы Apple. В августе этого года рыночная капитализация компании Apple впервые в ее истории превысила 2 триллиона долларов. Немцы представили прототип тяжелого грузовика Mercedes-Benz Gene H2, который оснастили силовой установкой на водородных топливных элементах. Концерн Daimler представил модель Mercedes-Benz Gene H2, которая стала первым грузовиком немецкой марки с силовой установкой на водородных топливных элементах. Автомобиль пока существует только в виде прототипа, однако автопроизводитель обещает наладить серийный выпуск подобных машин в 2035 году. Масса Mercedes-Benz Gene H2 составила 40 тонн, а его грузоподъемность равна 25 тоннам. Грузовик укомплектован двумя топливными баками, каждый из которых вмещает до 40 килограмм сжиженного водорода. Такого количества должно хватить на тысячу километров пробега без дозаправки. Новинка получила систему генерирования электрической энергии на базе топливных элементов на 300 киловатт и комплект аккумуляторов, которые обеспечивают дополнительные 400 киловатт. Они питают два электромотора, суммарная пиковая отдача которых составила 449 лошадиных сил и 2071 ньютон-метр крутящего момента. Компания Microsoft успешно завершила вторую стадию программы Project Netic, подняв на поверхность свой экспериментальный подводный дата-центр. Он проработал под водой два года, установив своеобразный рекорд. Во время первой стадии маленький и простой модуль опускали всего на три месяца, в теплых водах Калифорнии, а на второй стадии большой и тяжелый блок утопили в холодном Северном море, вблизи Аркнейских островов в Шотландии. Подводный дата-центр был погружен на глубину в 36 метров, вместе с достаточно сильным течением, чтобы водяные потоки постоянно проходили через внешние радиаторы корпуса и уносили избыточное тепло. Внутри стальной цистерны длиной 12 метров и диаметром 3 метра разместили 12 серверных стоек, на которых смонтировали 864 сервера. Из цистерны откачали кислород и заполнили все внутреннее пространство сухим азотом. Итоги миссии таковы. За два месяца работы количество отказов серверов в подводном дата-центре оказалось в 8 раз меньше, чем в аналогичном объекте наземного базирования. Несколько серверов и часть кабельного оборудования вышли из строя. Их отправили в лаборатории Microsoft для изучения причин поломок. Но самое главное, концепция подводного дата-центра полностью оправдала себя. Как отметили авторы проекта, пассивное охлаждение морской водой было далеко не приоритетной целью исследования. Куда важнее было создать стабильную и надежную среду, где нет перепадов температуры и влажности, где не происходит кислородного окисления аппаратуры и, наконец, где исключен человеческий фактор. Никто не ходит между стоек и не касается их. Компактный подводный модуль подошел идеально. И полевые испытания доказали это. Это открывает большие перспективы по созданию эффективных и экономичных дата-центров, которые будут находиться под водой, не занимая ценного пространства на поверхности. В минувшие выходные появились сообщения, что на европейских станциях зарядки Tesla Supercharger бесплатно заправлялись владельцы электромобилей других марок. Что это? Дыра в софте Tesla или хитрый ход? В новых электрических станциях Tesla Supercharger используется зарядное устройство CCS, что открывает доступ к зарядке всех автомобилей, оснащенными разъемом CCS2. Служба проката NextMov продемонстрировала видео, где электромобили других марок заряжаются на станциях Tesla совершенно бесплатно. Произошедшее можно считать сбоем ПО. Дело в том, что зарядка на станциях Supercharger происходит следующим образом. Водители Tesla подключают свои автомобили к станции, которая на основе учетной записи распознает владельцев автомобилей посредством цифрового рукопожатия. Далее происходит подключение, а после зарядки списание средств со счета владельца. Бесплатная заправка на станциях Tesla стала возможной потому, что станции Supercharger распознавали прочие автомобили как совместимые. Зарядка проходила в штатном режиме, но списывать оплату было неоткуда, поскольку у владельцев этих электромобилей, разумеется, не было регистрации в экосистеме Tesla. Роботов все чаще используют в магазинах для выполнения простых функций. Оказание помощи покупателям, контроля за наличием запасов и составлением карты расположения товаров. Японская компания Telexis Teens пошла дальше и приступила к испытаниям робота-раскладчика товаров Model T. Им управляет удаленный оператор с помощью гарнитуры виртуальной реальности. Model T напоминает уменьшенную версию популярного героя аниме 18-метрового робота Гандэ. В отличие от него, это поясной вариант робота. Он установлен на платформе и может раскладывать товары с помощью рук манипуляторов. Искусственный интеллект здесь не требуется, поскольку робот управляется дистанционным оператором, вооруженным очками виртуальной реальности. По словам специалистов, в процессе видеозаписи между роботом и оператором задержка составляет всего 50 миллисекунд. Механические суставы робота обладают 22 степенями свободы, что гарантирует ему весьма широкий диапазон движений. Пока не ясно, в чем состоят преимущества такого робота перед живым сотрудником магазина. В компании поясняют, такая система дает возможность персоналу работать удаленно, что очень важно в период социального дистанцирования. В настоящее время компания сообщает о работе по созданию нижней части робота. В планах проверить возможность ТИ в обращении с другими товарами, рисовыми шариками, сэндвичами и коробками. В дальнейшем планируется установить ТИ к 2022 году в 20 магазинах, а по возможности и в каждом японском магазине. Такие новости на сегодня, друзья. Спасибо большое, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте колокольчик и не забудьте поставить лайк. Также, друзья, жду вашей поддержки в комментариях. Не забываем подписываться на все наши полезные каналы Инстаграм, Телеграм и ТикТок. Все ссылки будут в описании. Ну а я желаю вам успехов, хорошего настроения и отличных выходных. Спасибо за просмотр. До новых встреч!